Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал Цветовод. Это видео будет многогранным, интересным, наполненным. Мы будем заниматься пересадками растений, подбирать им грунт, смотреть, когда необходимо пересадить растения. И будем говорить еще об освещении. Я купила новые лампы на стеллаж. Вот вы можете видеть, за мной находится у меня стеллаж с растениями. Я расскажу вам немного о подсветке. И в конце видео мы перейдем к самой пересадке. И, безусловно, я вам покажу сами лампы. И все-все-все нюансы подсветки расскажу. И покажу вам обязательно новинки, которые я приобрела. Я думаю, это будет очень интересно. Думаю, с этого стоит и начать. Сейчас в кадре моя старушечка Страманта Мэджик Стар. Экземпляр. Вот такая она уже огромная, разросшаяся. Но уже точно требует пересадки этот экземпляр. Потрясающие у нее яркие листочки с такими брызгами, как будто шампанского. Но к ней мы еще вернемся. К ней мы перейдем. Именно пересадкой этого экземпляра мы сегодня точно будем заниматься. Еще мы будем восстанавливать и лечить растения от клеща. Ко мне попал экземплярчик с клещом. Я вам покажу, как и что я буду делать. И давайте поедем дальше. Итак, начнем с новинки. Это вот такая колотейка Марион. У меня уже был экземпляр данного сорта. Потом он чего-то мне перестал нравиться. Прошла у меня любовь к этому сорту. Я поделила его на деленочки и продала деленки. Но сейчас мне захотелось снова этот экземпляр. И он попался мне на просторах интернета. Но сейчас это не супер редкий сорт из колотей. Поэтому, я думаю, сложности в его поиске не составит. Я видела и на OLX данный сорт. Ценовая политика приблизительно одинаковая. Ну, куст такой на OLX стоит, ну, в пределах 600 гривен. Там тоже в зависимости от размера куста. Ну, я вам советую, если вы не знаете, где приобрести, загляните на OLX, поищите, вбейте в поиски колотея, и вам выдаст массу вариантов. Я брала вот такое голландское растение, неделеное. Вот в каком состоянии оно приходит. Посажено оно, видите, вот такой кокосово-торфяной субстратик, рыхленький. Некоторые листочки, вот она желтит, скручивает. Кстати, вот частое тоже явление, после того, как получаешь колотею по почте, сейчас вам покажу, новая трубочка, она засохла. Она как бы выгнила там внутри. Видите, она просто желтая. К сожалению, вот если центральный лист в деленке пропадает, то, скорее всего, что эта деленка уже новых листьев вам давать не будет. Ну, ждите просто новый росточек сбоку. Вот тут тоже есть новый ростик молодой, хорошенький. Поэтому не переживайте. Если старая деленка колотеи начинает отмирать, она обязательно даст потомство. Ну, при должном уходе, безусловно. Не заливать, дать хорошее освещение. Желательно более высокую влажность воздуха, чем для других комнатных растений. И тогда вообще будет идеально. Она восстановится и обрастет у вас в скором времени. Колотеи достаточно быстро растущие растения. Изнанку листика похожу вам у данного сорта. Она вот такая бордовенькая. Ну, и сам вот такой вот листик. Как будто перышки нарисованы на листочке. Симпатичный круглый лист. Это колоте из розиопикт. Колотея розиопикта означает круглую форму листа. Многие думают, что если колотеи пишут розиопикта, значит, это будет колотея с розовым листом. Нет, нет, нет. Это просто форма листа. Это вот такой круглый лист. И перейдем к следующему растению. Следующее растение, которое я приобрела сейчас, любители хои, приблизьтесь поближе к экранчикам. Это хоечка DC-70 или DS-70. Вот такая вариегатная форма данного сорта. Серединка листика желтоватая. Сам листик на ощупь махровенький. Он такой шершавенький. Очень интересный. Вот хотелось мне такую хоечку. Попалась деленочка данного сорта. Я ее пролила сразу по приходу препаратом HB-101. И уже вижу, вот тут вот корешульки нарастают. Препарат еще раз вам покажу, потому что всегда спрашиваете об этом препарате. Вот такой вот препарат HB-101. Стимулятор роста, корнеобразователь, потрясающий препарат. Детальнее о нем запишу вам как-то ролик. Детальнее расскажу. Ну вот, пока стоит у меня на солнечном подоконничке. Хочу ее потом, безусловно, когда она разрастется, пустить на опору вот такую кругленькую. Даже я сейчас, друзья, вам покажу, какие существуют опоры для хой. Друзья, вот такие у меня есть опоры для хой. Посмотрите, какие классные опоры. Вот это просто кругленькое кольцо. А вот это кругленькое кольцо с решеточкой. Хорошо они так спаяны основательно. Покупала у девушки в фейсбуке. Отправляют по Украине без проблем. Укрпочтой, новой почтой. К сожалению, потеряла ее контакт. Я бы вам оставила тут ссылочку, чтобы вы могли себе приобрести. К сожалению, не помню ни фамилию, ничего. Ну вот такие опоры приобретала для моих хой. Надеюсь, в дальнейшем пущу их на вот такие опоры. Вот когда несколько ростков хой, я думаю, по вот этой сетке будет вообще классно их крепить везде вот тут. И они будут классно тут переплетаться. Ну а это будет просто вот такой круг пустой, незаполненный. В последней поездке своей в Одессу я приобрела в эпицентре на седьмом километре вот такое растение. Это радермахера. На моем канале есть видео, это предпоследнее видео на моем канале с обзором из Одессы, полноценным из эпицентра. Там шикарно, там столько было диковинок. Я прям аж кайфанула. Такой восторг от похода по этому эпицентру испытала. Так что, друзья, там видео где-то минут на сорок. Если вы хотите покайфовать, насладиться растениями, я говорила все цены, все стоимости, чтобы вы могли приблизительно ориентироваться в ценах на растения, посмотрите тот ролик обязательно. Очень вам советую. Наберите чайку, там кофейку и кайфанете, посмотрев этот ролик. Вот такое растение радермахера. Посмотрите, оно как будто вот такие маленькие деревца тут растут. Такие стволики. Пышненькое. Я уже пересадила. Был малюсенький горшочек, полный корней. И я сразу-сразу пересадила данное растение. Ну, потому что там явно уже корням не было места. И она уже мне за это время тут много молодого, нового прироста надавала. Буквально за недельку. Очень быстрое тоже растение. Стоит у меня на солнечном подоконнике. Чувствует себя прекрасно. Я прочитала, что это растение семейства Бегониевых. Особо еще не гуглила об уходе. Там, что ему нравится, что не нравится. Пока у меня растет в грунте. Вот в таком, как я использую для своих колотеек. На основе торфоклассмана. С добавлением универсального субстрата. И агроперлита для разрыхления. Чувствует себя превосходно. Вот такая, как травичка какая-то я бы назвала. Смешное такое растение. Кто выращивает радермахеру, поделитесь опытом, как она у вас себя чувствует. Где стоит, напишите в комментариях. С радостью почитаю. Заказала, друзья, через интернет себе вот такие лампы на стеллаж. Новенькие лампы. Так как у меня на стеллажике лампы маленькой мощности. Всего 9 ватт. 9 ватт недостаточно для роста растений. Они просто замирают, не развиваются никак. Просто сидят на месте. Не дают никакого нового прироста. Поэтому я взяла лампы 30 ваттные. Вот такие светодиодные лампы. Это не фитолампы. Тут нет какого-то там красного или синего спектра. Теплота свечения 6000 кельвинов. Ну то есть это такое среднее по своему освещению. Не теплый, не холодный цвет. А где-то что-то посрединке. У меня до этого орхидеи росли прекрасно под лед лампами. Только нужны мощные лед лампы. С мощностью свечения. Но точно не 9 ватт. Я думаю от 18 ватт и более. Тогда это будет классно. Тогда будут, например, если вы выращиваете те же орхидеи или фиалки. Они будут свести. А если вы орхидею поставите под освещение в 9 ватт. Она у вас там никогда не зацветет. Поэтому вот такие вот лампочки. Широкенькие достаточно. Брала мне необходимо было. Так как полка на стеллаже у меня всего 59 сантиметров. Длина полки. То я брала лампочки длиной 60 сантиметров. Ну она вот так будет у меня крепиться по диагонали. Я вам сейчас покажу, как у меня сейчас закреплены лампы. Вот приблизительно так же я буду крепить и данную лампу. Обычно у меня освещение включается по таймеру. Только в дневное время. Для роста и развития растений. Ну в домашних условиях. Необходимо 12 часов. Ну минимум 12 часов светового дня. Тогда будут супер классно расти. Например, для орхидеи рекомендовано даже 14 часов освещения в сутки. То есть достаточно долго должны быть включены лампы, чтобы прям хорошо развивались растения. Но для колотей 12 часов будет вполне достаточно. Итак, друзья, сейчас покажу вам, как на стеллаже закреплены лампы. Видите, они у меня вот на такую как бы прозрачную лесочку. Просто подвешены. Вот тут вот подвязаны. Но это уже грунтик нападал у меня. И она располагается по диагонали. Сейчас покажу вам, как бы снять так снизу, чтобы было видно. Видите, она не прямо висит, а по диагонали. Потому что тоже ширина лампы 60 сантиметров, а ширина полочки 59. Она чуть-чуть не входит. Таймер у меня механический. Сейчас вам покажу. Я сейчас его сняла. Потому что у нас, к сожалению, постоянное отключение света. У нас свет есть по 2 или по 4 часа в сутки. В основном не более. Мы очень страдаем в этом плане. Сейчас пока есть свет. И вот по максимуму стараюсь записать вам видео. Заводится просто время. С какого периода до какого светить свету. Сюда всовывается вилка с лампами. Вставляется таймер-розетку. И все, все работает. Все функционирует автоматически. Заодно вам покажу гигрометр. И термометр. Что мы имеем? 27 градусов сейчас у нас достаточно жарко в квартире. И очень высокая влажность. 74%. Но для таких тропических растений это просто потрясающая, шикарная влажность. Они нам за эту влажность точно скажут спасибо. Вот тут сейчас стоят некоторые сорта моих колотей. И, кстати, это колотейка бикажу гекку, которую мы в последнем видео с вами пересаживали. После пересадки чувствует себя прекрасно. Уже несколько раз поливалась. Ну, вот тут немножко подсушенный листочек. Ну, будем надеяться, что в дальнейшем уже она будет у меня листики получше растить. Тут распушилась рози. У рози прям такие молодые огромные листы. Много трубочек. Хорошо этот сортик растет. Подскрутила листики. Вот смотрите, друзья, когда колотей вот так подскручивает листики, проверьте грунт на влажность. Скорее всего, грунт сухой и ее необходимо полить. Вот так вот заворачивать листики, когда хочет пить колотейка. Обратите на это внимание. Вот так у меня стеллажик располагается тут. Наверху стоит хойка. Хойка, она настолько беспроблемна и нетребовательна к интенсивному освещению, что стоит без подсветки, наверху стеллажа. Вот такое усище, она уже вырастила. Огромный ус потихонечку начинает обрастать листочками. Вот такая красота. И, друзья, перейдем еще к следующей части видео. Сейчас вам все расскажу. Попала ко мне вот такое растение. Это плющ или хедера. Это растение моей сестрички, которое необходимо пролечить. Его атаковал клещ. Я вам сейчас расскажу препарат, который я буду использовать. Это новый препарат в моей аптечке. Буду тестировать, так как я уже устала бороться с клещом на колотеях. И ищу такой суперэффективный препарат, который эффективно убьет клеща. И вот в отзывах, почитала много хороших отзывов о данном препарате. И решила его купить. Сейчас вам обязательно его покажу. Посажено тоже давно уже это растение. Наверное, года два сидит в этом горшке. Я сегодня буду заменять ему субстратик на свежий. Вместе с вами буду это делать, так как уже не хватает питания данному растению. И покажу вам сейчас, постараюсь поближе. Видно, не видно вам будет поеденное клещом? Наверное, засвечивает, да? Сейчас я камеру переведу в другой режим и подсниму вам, как выглядит клещ на растении, как его распознать. Друзья, сразу скажу, клещ сжирает молодые побеги. Чаще всего его можно встретить именно на молодом приросте. Как видите, растение достаточно лысое. Листья просто отваливались. Их сжирал клещ, и они просто желтели и осыпались. Вот, друзья, следы его деятельности. Как такие некрозики на листиках, как выеденные участки. И сзади, сзади обычно вот такая беленькая, беленький порошочек. Видите, у самого черешка листочка особенно видно. И когда популяция клеща большая, еще видна паутинка. Вот так все растение зарастает просто паутиной. Поэтому будьте внимательны. Обнаружив клеща, я обычно мою растение мыльным раствором. Любым мылом смываю по максимуму всего клеща. А потом уже произвожу обработку. Сначала, чтобы убрать всего видимого вредителя. А потом использую акарициды для борьбы с клещом. Так как клещ это паукообразная, это не насекомое. То бороться с ним надо именно акарицидами, не инсектицидами. И сегодня опрыскаем данное растение этим препаратом. Но думаю, сделаем это уже после пересадки. Тут грунт. Вот такая обычная земля, обычный универсальный субстрат. Тоже более двух лет уже растение в этом грунте требует замены. И вот так как нет питательных веществ. Поэтому будем пересаживать, чтобы растение сразу воспряло духом, начало обрастать. Пролечим его. И думаю, судьба этого растения будет прекрасной. Друзья, вот такой препарат сегодня буду использовать в борьбе с клещом. Новый для меня препарат, но с очень хорошими отзывами. О, чтоб не засвечивало. Пестин акарус. Производитель квитковый привоз. Протоклещив написано. Именно препарат, специализирующийся на борьбе с клещами. Я вам скажу, я его уже, видите, немного использовала. Пахнет при работе с препаратом даже через маску вишней. Вот такой вишневый аромат, как, знаете, средство от боли в горле, Оросепт. Вот такой точно запах, как у этого лекарства. И после того, как я обработала в комнате данным препаратом растения, на всю комнату вот двое суток продолжает пахнуть вот этой искусственным ароматом вишни. Поэтому будьте к этому готовы. Ну, аромат не ядреный, ну, там, переносим. Он достаточно нормальный. Но если вы, конечно, не любите вот такие сладкие приторные ароматы, я, конечно, хожу, мучаюсь, страдаю. Мне очень не нравится этот аромат. Не люблю сладкие ароматы, тем более сейчас лето, жарко, еще вот такой сладкий аромат, ну, достаточно тяжело. Конечно, до этого я использовала там препарат Фитаверм и использовала Санмайт. Они не имели запаха никакого. Конечно, они более приемлемы, но говорят, что более слабого действия. Вот этот, говорят, с одной-двух обработок убивает клеща. То есть достаточно одной или две обработки. Будем пробовать. Позже расскажу вам, действительно ли эффективен данный препарат. А теперь, дорогие друзья, перейдем к самим пересадкам. Еще вот такую строманточку мультикалор надо будет сегодня пересадить. И немножечко ее так привести в опрятный вид. Расскажу, почему буду ее пересаживать. Потому что высаживала ее в стакан, чтобы наблюдать за ростом корневой системы. Но вижу, что растение само маленькое. Корневая тоже не слишком большая, а стакан слишком высокий. И я думаю, сегодня дать ей горшочек, вот такой, чтобы он был немного пониже, чем данный стакан. Но чуть-чуть пошире, чтобы она могла разрастаться, расти деленки вширь. Так как это растение покупалось там буквально в две деленки. И оно хорошо разрастается вширь. Поэтому широкий вазончик для него подойдет. И перейдем к остальным пересадкам. К нему вернемся чуть-чуть попозже. Сегодня пересадки у нас снова на полу. Но, надеюсь, в этот раз мы будем со светом, друзья, снимать. Купила сегодня новый грунтик. Вот такой фирма Флориада. Грунта суммеш универсальна. PH написано 5,5-6,8. Очень странная такая, прям разлет в PH, конечно. Но будем смотреть, будем пробовать. Такой грунт еще не брала. По ощущению, вот так вот мяла мешочек, как будто очень мягенький. Думаю, должен быть рыхлый, неплохой. Давайте откроем этот субстратик. И посмотрим с вами. Брала в магазине Аврора. Стоимость данного грунта 44 гривны 7 литров. Ну, такой черноземчик. Торфа тут в составе, я думаю, нет. К сожалению, на самом грунте тоже составу не написан. Просто вот такой чернозем. Возможно, есть какой-то тут биогумус, что-то такое. Ну, как добавление в субстрат, я думаю, прекрасный универсальный субстрат. Так, например, хидеру плющ я, наверное, буду практически в чистый, вот такой универсальный субстрат высаживать. Потому что это растение не мое. Растение моей сестры, она поливает достаточно редко. И ей надо, чтобы грунт подольше был влажным. Поэтому сильно много торфа я в грунт добавлять не буду, чтобы он дольше удерживал влагу. Иначе у нее растение будет сильно пересыхать. Итак, ну, первый у нас на очереди вот такой красавец. Страманта Мэджик Стар. Почему нуждается в пересадке? Посмотрите, показываю вам. Грунт начал прямо-таки вылазить из горшка, потому что там внутри горшок распирают корни. Горшок даже стал деформироваться. Он стал, вот видите, прям где свет, где блик вот падает. Видно, что вот тут распирает, лезет деленка из субстрата. И вот тут у самого края, сейчас уберу листики. У самого края лезет деленка. Но тут явно уже нет места этой страманте. Поэтому необходимо ее в срочном порядке пересадить. В эпицентре в городе Одесса я купила горшочки. Вот такой огромный взяла горшок. Но это под колотею арбифолию. Думаю, сегодня мы вряд ли успеем ее пересадить. Вот этот огромный горшок стоил 83 гривны с поддоном. Сразу идет горшок. Диаметр 24 сантиметра. Вот, очень крупный. Но пересаживать страманту мы будем более мелкий. Вот такой горшок в эпицентре стоит 47 гривен. Вот такой горшочек. Вообще недорого, друзья. Цена мне очень понравилась. Диаметр такого горшка 19 сантиметров. Да, 19. Вот в 19 диаметр будем пересаживать страманточку. Керамзит купить забыла. Поэтому будем использовать пенопласт в качестве дренажа. Без разницы, что у вас будет в качестве дренажа. Главное, не материал, который удерживает влагу. Вам нужен абсолютно какой-нибудь нейтральный материал, который будет просто пропускать воду. Позволять ей стекать в поддон. Кашпо никогда для посадки не использую. Потому что я думаю, что внизу будут корни загнивать. Если мы просто высадим сразу кашпо без дренажных отверстий. Вот так накидала. И давайте замешаем грунтик. Основные компоненты, которые я использую для грунта, это торф-классман. Вот такой рыхленький, воздушненький торф. У меня уже есть часть замешанного грунта. Ну, я вам покажу. Вот как я это делаю. Высыпаем торф. Далее берем вот этот наш чернозем и добавляем его. Видите, сразу по цвету инь-янь отличается грунт. Ну, приблизительно то же самое количество, что и торфа. Вот этого земляного грунта. Вот так, я думаю, достаточно. Все уже делаю на глаз, уже на опыте. И агроперлит для разрыхления. Ну, где-то тоже одну треть. Достаточно много насыпаю агроперлита. И все это замешиваем. Сейчас посмотрю. Наверное, все-таки агроперлита чуть-чуть больше нормы сыпанула. Сейчас, наверное, придется добавить еще грунтика. Да, добавлю еще черненького субстратика. Потому что у меня тот грунт был практически на основе торфа. Хотя многие говорят, что вот тропическим растениям такой чернозем и не нужен. Многие высаживают в чистый кокос тропические растения. Ну, мне кажется, там нет питательных веществ. А так, в торфе богатый минеральный состав. Там макро- и микроэлементы содержатся необходимой растению. В черном грунте может быть биогумус, который тоже будет питать растения. Поэтому, я думаю, не навредит. И у меня, как вы можете видеть по моим видео, по моим колотеям, которые шикарно растут и разрастаются, мой субстрат им очень нравится. Ну, и даже вот эта вот громадина строманта, которую мы сейчас будем с вами пересаживать. Так, сразу на низ укладываю грунт, чтобы как бы на подушечку из грунта село растение. Горшочек достаточно высокий, поэтому так хорошо наполняю грунтом. И давайте выемем строманточку, посмотрим, что же там внутри горшочка. Там, наверное, уже и грунта не осталось. Она его просто выбила весь, вытеснила. Практически нереально вынуть уже. Она настолько корнями там. Настолько ей тесно. Боюсь же сломать, чем бы ее подпихнуть. О! Есть! Так, ну что мы видим? Тут сплошные корни. Вот, видите, вот та деленка, которая была выпуклая в горшке. Вот она. Она бедненькая, с трудом пробивалась там. Корни беленькие, хорошенькие. Корни все здоровые. Так, это чешуечка. Такие чешуйки я обычно убираю. Керамзит. Тут, друзья, внизу был керамзит. Его я сейчас постараюсь извлечь. Потому что у нас уже слой дренажа есть. Нам вот этот керамзит, который сейчас окажется в центре горшка, не нужен. Так, сейчас постараюсь его аккуратненько. Особо там тормошить, убирать старый субстрат я не буду. Не вижу такой необходимости. Пусть разрастается вширь в новом субстрате. Да тут уже особой субстрата нету. Тут просто вот такая мочалка из корней. Они пронизали весь субстрат. Они его просто съели. Корни просто съели весь грунт. Вытеснили его. Так, сейчас я сейчас аккуратненько вынимаю частички керамзита. Чтобы ничего-ничего не осталось. Как раз мы распушим снизу корни. Они хорошо лягут в горшочек. В новую посадку. Керамзита я тоже щедро тут насыпала. Хороший был дренажный слой. Вот такой крупненький керамзит. Ну, сверху можно немножко струсить старый субстратик. Сверху мы уложим новым субстратом. Какие-то старые чешуйки подубрать. Делить этот куст пока не буду. Пусть еще разрастается. Уже когда перерастет и этот объем горшка, тогда уже буду делить. Так, сейчас поставим, посмотрим. По высоте, да, по высоте то, что нужно. Вот. Под самый верх я никогда не засыпала в горшок, потому что тогда неудобно поливать растения. А вот так вот. Два сантиметра приблизительно сверху горшка оставляю, ну, просто промежуток, чтобы было куда поливать. И с боков подсыпаем грунтик. Я думаю, грунт это просто великолепный. Моим всем нравится растение. Сложно уже и снять вам. Просто листья перекрывают весь процесс. К сожалению, видеооператора у меня нету. По максимуму стараюсь вам как могу снимать, чтобы вам было и интересно, и все хорошо видно. и все это ярко-красочно. Так. Чуть-чуть приминаю буквально грунтик. Вот чуть-чуть. Но все равно, чтобы он сильно не просел после полива, чтобы потом не было ямочек, чуть-чуть надо примять его. Потому что все-таки грунт на основе торфа, и он достаточно пористый, рыхлый, и он может после полива прям сильно просесть. У вас будут просто ямки-дыры, и вам придется их по новой засыпать, подсыпать грунтом. Поливаю всегда после пересадки сразу же. Сразу поливаю, хорошо проливаю, чтобы водичка протекла в поддон. Иначе вот семейство марантовых, если вы его на сутки бросите, не польете, оно поскручивает листики. Ну и любое другое растение начнет просто вянуть. Поэтому всегда после посадки мы растения поливаем. Это не касается только орхидей, потому что на орхидеях надо там дать подзажить микротравмам на корнях, если вы ее пересаживаете. Орхидеи лучше поливать на следующий день, если вы там сгибали корни. Так, ну вот такая хорошенькая посадка получилась. Вот, весь кустик, он теперь в центре горшочка. Крона сумасшедшая, потрясающая, красивая. И перейдем к следующему растению. Следующий на очереди у нас товарищ-страдалец плющ. И тут надо максимально аккуратным быть, так как он заражен клещом. После него никакие материалы не используются. Сейчас я постараюсь убрать вот этот керамзит и уже расположиться с плющом. Итак, потихоньку сейчас будем вытряхивать это из горшочка. У сестрички растет, как вы видите, в кашпо. Вот так придется оббивать. Не выходит он, не вылазит. Тоже, видать, корневая там плотненько уже, плотничком сидит. На удивление, горшок плотный, хороший. Тут мы грунтик, я думаю, обтрясем старый и высадим в этот же вазон. Он тут не хочет выходить вообще. Мучение цветочка перед тем, как его извлечь. Сейчас придется чем-то, чем-то еще там подтыкать. Друзья, не стала вам снимать просто эти мучения. Вот какая оказалась конструкция горшка в середине. Я к этому была не готова. Посмотрите, была донышко, оказывается, в качестве дренажа. На него вот посажен плющ. И корни проросли вот в отверстие. Но, к сожалению, вот эти корни, которые проросли, нам придется срезать, потому что по-другому мы не вымем вот это донышко. Вот оно немного тянется, но до конца, ну вот, оторвалось. До конца, к сожалению, не уходит. Сейчас мы просто варварским методом оторвали часть корневой. Ну, я уверена, что эта хедера, она все равно быстро нарастит себе новые корни. Поэтому я не переживаю. Тут уже вот мощная подушка из этих корней. Старый грунтик я сейчас по максимуму постараюсь убрать. Чтобы дать ей новый свежий субстратик. Я, конечно, не ожидала, что тут будет вот такая ситуация с корнями. Не ожидала я такой конструкции горшка. Все-таки это не кашпо оказалось, а все-таки там, да, немного предусмотрено, чтобы влага уходила. Я вон сломала и палочку, которой пыталась вынуть из горшочка этот плющ. Так, ну установим назад. Я так понимаю, что никакого дренажа нам не потребуется. Просто засыпаю сюда свежий грунтик и сверху укрою, думаю, свежим грунтом. Надеюсь, еще на какой-то период времени этой хедере хватит этого горшочка для существования. И сверху засыпем тоже свеженьким грунтиком. Хорошенечко ее потом польем. Вижу, что уже не страшно, что если водичка туда затечет кашпо, там есть ей куда уходить. Вот она уже на такой опоре, я даже не стала ее распутывать, снимать опору. Оно уже растет так довольно давно. Я понимаю, что тут растению уже по-своему комфортно, нормально. Подсыпаем. Как раз грунтика, замеса, видимо, хватило на два растения. Сейчас еще придется делать новый замесик на еще одно растение, которое я планирую сегодня пересадить. Ну вот так, друзья, посадочка вот такая. Сейчас, конечно, горшочек помоем, все это помоется. Пришлось под самый верх насыпать грунта, потому что, как вы видите, там на самом деле горшок меньше, чем он выглядит визуально. Там вот столько пустого пространства. И снова, друзья, замес все того же грунта из трех компонентов. Торф, универсальный субстрат и агроперлит. И снова замес. Делаю для вот такой строманточки, строманточки мультиколор. Сейчас подрежем ей листочки, потому что вижу вот такие вот рыжеватенькие пятнышки у края листочков. Это, к сожалению, друзья, следы нерегулярности полива или перелива. В общем, где-то я технологию полива нарушила и она мне вот сразу так сигнализирует порча листьев. Ну, скажу вам, сортик такой достаточно капризный. В моем уходе, к сожалению, вот постоянно она мне вот так сушит листики. Сейчас поубираем все лишнее. Посрезаем. Есть просто сухие старые листики, которые уже необходимо убрать. Они от своего возраста отмирают. Ну, вот края листиков я, как обычно, делаю такую фигурную обрезку. Просто срезаю, чтобы они не портили внешний вид растения. Не стоит она у меня ни на палящем солнце. Стоит на правильном подоконнике, где свет яркий, но не прямой. И все равно вот она портит листья. Ну, посмотрим. Может, после пересадки ей как-то больше понравится, будет более комфортненько. Так, ну вот, все, что смогла, посрезала. У меня уже тут достаточно мусорно. Так, тут тоже есть керамзитик. Буду использовать вот такой горшочек. Я старый керамзит, пожалуй, уложу на дно и его же использую. Старый грунтик немножко струшу, уберу. Добавлю свежего. Ну, то, что так, то, что убирается. Прям сильно тормошить корневую я не хочу. Корешки хорошие, беленькие. Немножко, немножко старый уберем по возможности, чтобы сильно не травмировать корневую систему. Оно у меня было полито. Кстати, друзья, вот вы меня спрашиваете, перед пересадкой полить растение или не поливать. Мое мнение, что сильно сухой субстрат, он может просто камнем взяться и вам будет сложновато пересаживать. Ну, немножечко можно полить перед пересадкой. Так, ну, размер горшочка подходящий. Сразу на керамзит насыпаю грунтика, чтобы на него село растение. Примеряем строманту. Да, все подходит, сидит по центру и подсыпаем по краям. Грунт у меня что для строман, что для колотей одинаковый, потому что семейство марантовых, в принципе, одно и то же семейство и ингредиенты, составляющие одни и те же. Так, подсыпаем, немножечко проминаем, утрамбовываем. Кстати, торф-классман, он сразу после получения, он такой еще влажноватый, приятный, классно в него садятся растения, очень удобно. Встряхиваем и смотрим, что получилось. Да, все меня устраивает. Идем в душ, наполив. После пересадки, друзья, сразу стараюсь и помыть растения в душе. Открываем прямо вот так душ, моем листики и поливаем растения такой тепленькой водички, чтобы приятно было руке, ну, приблизительно, наверное, градусов 40 используя воду. Моем и поливаем. Сразу отдельно поливаю строманты, они ничем не заражены. Плюш буду поливать потом отдельно, потому что он заражен плещом. Ну, друзья, вот такие красивые они выходят. Благодарю, друзья, за просмотр данного видео. Поддержите лайком, остаются какие-то вопросы, пишите, с радостью отвечу. Благодарна за теплые, приятные слова, которые вы мне пишите. Безумно приятно, всегда это вызывает улыбку на моем лице. Буду стараться для вас еще снимать новые полезные ролики. До новых встреч на моем канале!